МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное событие недели – празднование Дня Великой Победы. Сегодня мы привезли технику времен Великой Отечественной войны. Гордость, несомненно, потому что это победа нашей страны. Наша основная цель и задача – это сохранение истории Великой Отечественной войны. С Днем Великой Победы! Череду новинок в репертуаре завершает спектакль «Му-лу» по рассказу Тургенева. Уникален сочетанием, казалось бы, несочетаемых вещей. Мы рассказываем очень грустную историю такими яркими, очень красками. Вопрос, наверное, тот, который мучает всех, чего-то он топил, но мучил, не мог уйти там просто. Максимально себя уродую, и мне прям это нравится. Здравствуйте! В эфире «Территория Тольятти» – программа о городе и людях, которые делают его лучше. Главное событие недели – празднование Дня Великой Победы. Масштабные торжественные программы проходят во всех районах города. Наша съемочная группа работает в Парке Победы. Как тольяттинцы встречают главный исторический праздник страны? Покажем прямо сейчас. Сегодня мы привезли технику времен Великой Отечественной войны, оружие. Будем это все показывать, демонстрировать, чтобы люди как бы соприкоснулись с историей, потрогали, посмотрели, с чем воевали наши деды. И вспомним наших дедов, которые погибли, которые защищали нас от фашизма, которые не вернулись с войны. Наша задача – сохранить память о этой Великой войне. И передать это все потомкам нашим, чтобы они также помнили и чтили память о наших воинах, погибших за нашу жизнь. Поэтому поддерживаем вот эти традиции, истории, истории наших дедов, прадедов, бабушек, всех, короче говоря. Чтобы эта история не забывалась в первую очередь. И все, с праздником вас 9 мая. Все эти мотоциклы, автомобиль собирали своими руками. Ну, то есть, они были так, в плачевном состоянии, но как-то вот делали. Принимали участие в боевых действиях, там, служили средством передвижения, так. Собирали там, по деревням ездили, у кого-то еще остаются. Интересно, конечно, то, что вот изучаешь. Ты не просто собираешь его, а плюс еще изучаешь. То есть, современный мотоцикл-то уже такого нет. Гордость, несомненно, потому что это победа нашей страны. Это все-таки самый главный праздник в году. Это честь, это мужество. Это даже сейчас очень актуальный праздник. И этим же праздником мы поддерживаем своих солдат, которые сейчас воют на СВО. Поэтому я считаю, что гордость – это прямо вот самое такое основное чувство сегодня у всех. И вновь в тревогу наполнены все сны, Что снятся близким, ждущим воина домой. И пусть сменились поколения бойцов, Добро и зло опять сойдутся в рукопашной. За нами правда, память дедов и отцов. Мы снова выстоим, хоть бойня будет страшной. С днем Великой Победы! Мы с своим клубом сегодня традиционно приняли участие в возложении гирлянды, стрельной группы, пост номер один, пост номер два, выставка раритетной техники, выставка оружия. Наша основная цель и задача – это сохранение истории Великой Отец войны. Чтобы люди помнили, знали. Такие мероприятия, такая память, она нужна очень и востребована, особенно для молодежи. Воспитываем ее именно на подвигах, на трудовых подвигах, на военных подвигах наших отцов, дедов и прадедов. Настроение отлично, несмотря на погоду, очень душе на тепло, тепло на душе, потому что 9 мая – праздник, кормим сегодня людей кашей, гречневой с тушенкой, и разливаем чай. Как видите, тут спрос есть. Всем хочется пожелать здоровья, благополучия, а самое главное – чистого, безоблачного неба. А ребята мы смогли выполнить достойно то, что им поставил главнокомандующий задачи. С победой, с победой, еще раз победой, вернуться домой живыми. Всех с праздником! День Победы – это священная дата для всех поколений россиян. В нем символ беспримерного героизма, верности Родине и единения нашего народа. А еще частичка личной истории каждой семьи и каждого человека. Мы продолжаем. Современное прочтение хорошо знакомой классики театр «Дилижанс» представляет финальную премьеру в этом сезоне. Череду новинок в репертуаре завершает спектакль «Муму» по рассказу Тургенева об истории создания постановки и ее особенностях. Прямо сейчас и пойдет речь. Роль Герасима, ну он глухонемой. Я-то слышу и говорить умею. А как это действительно в голове у неслышащего человека происходит, ну то есть как он реагирует на окружающие обстоятельства, вот это другой вопрос интересный. Иногда на репетициях, грубо говоря, что-то громко так хлопнет, и все равно у тебя реакция-то есть. Как бы оборачиваешься или еще что-нибудь, ну как-нибудь реагируешь. И вот, да, была задача добиться такого, чтобы как-то не реагировать на это. Ну, в общем, интересно было покопаться. А самое интересное, это то, наверное, и самое сложное, это вот не физическая особенность, а вопрос, наверное, тот, который мучает всех, что это он топил муму, что он не мог уйти там просто или еще чего-то. Ну, как-то выкрутиться из этой ситуации. Вот на него интереснее всего отвечать, и, наверное, я надеюсь, мы ответили в спектакле. Я играю барыню в спектакле муму. Мы, на самом деле, сильно много-то не выдумывали и пошли по тому же пути, как Тургенев, потому что он писал этот образ со своей матери. В принципе, за биографию героя мы взяли биографию настоящую его матери, по которой, в принципе, видно и понятно, почему она себя так вела в течение жизни. Это глубоко несчастная женщина. Но как героя я должна ее оправдать как актриса, поэтому вот она в силу того, что она никому не нужна, одинокая, она совершает какие-то поступки, которые... Ну и в повести, и у нас в спектакле губят человеческие души одну за одной. То есть она не задумываясь как-то все это делает, а получается так, что судьбы рушатся, люди страдают, умирают. То есть я действительно перечитала это произведение случайно. Я читала его в школе, как и все. Помню, что тогда оно у меня вызвало какое-то ощущение недоумения. Ну как-то я не понимала, почему так все произошло грустно, как-то восторгов не вызвало. Помню, что вот ощущение какого-то недоумения. Как-то не поняла я тогда это произведение. И когда перечитала, у меня как-то сразу возник образ. Сначала возник образ такого пластического спектакля, как будто бы мы все видим глазами Герасима. То есть он ничего не слышит, и у нас мы без слов все это играем. И как-то мне этого заинтересовало. Я подумала, а если поставить этот спектакль, ну вот как раз для детей, для подростков так, чтобы раскрыть, что ли, суть. Чтобы вот то ощущение недоумения, ну, чтобы оно у них переросло в какое-то понимание. Но в итоге у нас не получился спектакль без слов. Он потихоньку-потихоньку все больше-больше обрастал словами. Ну, получилось то, что получилось. Мы стремились воплотить в нее концепцию какую-то. Вот есть плохие, короче, это самое барыни, есть бедные, несчастные люди, есть общество плохих. Ну, концепция страха, как страхом заражаются люди и способны, и не способны больше любить. Мы искали больше не вот концептуальный ответ, а, наверное, ну, как бы человеческий, как это действительно происходит в жизни. Когда в жизни, на самом деле, концепция, она как бы плавающая всегда. Постоянно как бы живешь и меняешься. Добрый ты, хороший, злой. То есть это все в тебе есть, и поэтому и здесь мы пытались воплотить это, ну, как бы объемно, а не одним ответом. Эта роль – это огромный стресс. Вообще работать у Екатерины Зубаревой в спектаклях – это всегда, наверное, у нас для каждого актера это большая удача и большое испытание. Думаю, нет, отказываться нельзя. Он говорит, барыня. Я стала читать, думаю, да что ж такое-то, это что ж за главная злодейка. Она еще и старая. У нас был прогон, художественный руководитель посмотрел, сказал, надо стариться. Слишком молодая. Пришлось поэтому повыдумывать латексный грим. Да, пришлось гримироваться, накладывать все это. Потом так пленочка снимается. Для меня это впервые. Не знаю, как это будет ощущаться и насколько это удобно. Это первая роль, наверное, в которой я открываю лоб. Я максимально себя уродую, и мне прямо это нравится. Раньше всегда хотелось на сцене быть красивой. Мне кажется, так тоже интересно, да. Действительно, это особенная история создания. Но, с другой стороны, для нас это вполне закономерная история создания. Потому что тут надо знать Екатерину Зубареву, как режиссера, она уже поставила много спектаклей в нашем репертуаре. Они имеют свой круг поклонников. Но, тем не менее, она очень не любит ставить спектакли сразу в репертуар. Ей обязательно нужно пройти лабораторию. Обязательно. То есть ей нужно спектакль сделать в черновом варианте, в эскизном, показать его публике, считать реакцию публики и потом уже сделать спектакль в репертуар. И поэтому последние пять фестивалей, которые у нас шли на внешней лаборатории, когда мы приглашали сюда режиссеров, наши режиссеры и актеры не участвовали, как режиссеры в этой лаборатории. А Екатерина все равно показывала в программе фестиваля свою работу вне конкурса. И таким образом несколько спектаклей она также подготовила. И поэтому на прошедшем фестивале я вообще не заметил, как они сделали эту работу в творческой компании. Я не знаю, собирались ночами, что ли. Получили отзывы, причем очень интересные отзывы зрительские на фестивале и приняли решение, что, конечно, необходимо этот спектакль выводить в премьеру. Потому что он, как любые зубревские спектакли, уникален. Уникален сочетанием, казалось бы, несочетаемых вещей. Стилистика – это такая лубочная, очень яркая. Мне, когда я думала, как бы я хотела подать этот материал, я вспоминала мультики, представила, что этот рассказ можно поставить именно какой-то мультяшной немного стилистике. Такой лубочной мультяшной стилистике. Вот в этом есть контраст. В том, что мы рассказываем очень грустную историю такими яркими очень красками. И там, где даже, кажется, нельзя что ли добавить юмора, он, мне кажется, у нас как-то появляется. Но хотелось бы, чтобы там была соблюдена вот эта вот золотая середина, чтобы этот юмор не мешал пониманию все равно всей истории, а только делал ее как будто бы объемнее. Хотелось небанально подойти к русской классике, чтобы это было интересно детям, чтобы это было интересно взрослым, и чтобы это все равно несло русскую культуру, чтобы это было узнаваемо. Я долго думала, и потом увидела русскую гравюру в русском музее. Книжка большая. В ней в основе литографии старинные, старинные сюжеты, раскрашенные гравюры. Это было очень интересно, и я поняла, что я вот именно так хочу все и видеть. И вот как бы эта часть эскизов, это уже не первая моя работа с Екатериной Зубаревой, это третья работа, даже четвертая работа как художника по костюмам, и она всегда ставит новые задачи, и всегда они интересные. И в этот раз мне было интересно окунуться в русскую классику, действительно. Для меня это было что-то такое эклектичное, не склеиваемое. Потому что здесь мы видим пластический театр, здесь театр кукол, причем тоже в уникальном сочетании с такой филигранно подобранным музыкальным оформлением. В этом спектакле есть такой свой уникальный, интересный вкус, который редко где встретишь. Мне как актрисе, которой хочется играть, неинтересно просто ставить. Мне всегда хочется в том, что я делаю, участвовать. То есть не так, что родить ребенка, как режиссер рожает, и отпустить его, а хочется как бы с ним жить дальше. А роль Муму, даже не знаю, почему я себя распределяла на Муму. Ну, вначале мне представлялся пластический спектакль, я хотела себя как-то именно пластически, наверное, развивать, что ли, в этом направлении. А вообще работать было интересно. Мне нравится то, что получилось, мне нравится команда, которая собралась. В общем, я очень рада. А на сегодня это все. Если у вас есть интересные темы для сюжетов программы, звоните по телефону, который вы видите на экране, или пишите нам в группу ВКонтакте. Увидимся ровно через неделю. До встречи на территории Тольятти.